Семён Кузьмич Цвигун вполне возможно остался бы абсолютно неизвестен широким массам российской, а до этого советской общественности, если бы не две вещи. Первое это его увлечение литературой и кино. Каждый, кто хоть раз видел без преувеличения пахальный фильм «17 мгновений весны» и при этом внимательно читал конечные титры, видел в них фамилию некоего консультанта Мишина. На самом деле консультировал эту киноленту, а по сути дела курировал и вёл её через цензурные препоны никто иной, как первый заместитель председателя КГБ Советского Союза Семён Цвигун, который спрятался под неприметной фамилией Мишин. Под другим псевдонимом Днепров Семён Кузьмич выпустил в свет две-три книги и стал автором нескольких вполне смотрибельных кинофильмов про работу органов контрразведки, про партизанское движение во время войны и прочие тонкие материи, напрямую связанные с деятельностью госбезопасности. Сегодня многие поругивают их, мол, не больно-то талантливые, но, согласитесь, в истории нашей страны ни до, ни после в числе руководителей КГБ не встречалось литераторов. Тем более литераторов успешных. Ведь, что бы ни говорили недоброжелатели, книги Цвигуна на полках книжных магазинов не залёживались. Шпионские романы всегда были в цене. Но если литературное творчество Семёна Кузьмича растиражировало его имя лишь в достаточно узком кругу творческой интеллигенции, то второй ключевой факт биографии сделал его известным всей стране. И действительно, Семён Цвигун прожил интересную, богатую на события и достойную жизнь, но прославился в основном благодаря своей смерти. Семён Цвигун умер 19 января 1982 года. Хоронили его с подобающей торжественностью, как никак не последнее лицо в государстве. Газета «Правда» откликнулась на его смерть канонически выверенным некрологом, в котором сообщалось, «Советское государство понесло тяжёлую утрату. После тяжёлой продолжительной болезни скончался советский государственный деятель, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, герой социалистического труда, первый заместитель председателя КГБ СССР, генерал армии Семён Кузьмич Цвигун. Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах советских чекистов и всех советских людей». Те, кто умели читать между строк, впрочем, сразу поняли, что это не то. Цвигун не был назван не то что выдающимся деятелем, но даже более низкое по кремлёвским ранжирам определение «видный» и то не было употреблено. Более того, под некрологом не оказалось трёх ключевых подписей руководителей партии и правительства. И это было особенно странно, потому что многие знали, Семён Цвигун – близкий друг Брежнева, и, как говорили, его свояк. «Говорили, что Цвигун является свояком Брежнева, что они женаты на родных сёстрах. Но не думаю, что это правда, потому что жену Брежнева звали Виктория Петровна, а жену Цвигуна звали Роза Михайловна». Цвигун стал правой рукой Брежнева ещё в те времена, когда будущий генсек был первым секретарём Компартии в Молдавии, а Цвигун возглавлял КГБ этой республики. Поговаривали, что тогда в Молдавии начал раскручиваться мощный коррупционный скандал. Но Цвигун это дело замял, и имя Леонида Ильича осталось незапятным. Понятно, что Брежнев помнил об этой помощи со стороны Цвигуна всю жизнь и с тех пор всегда помогал ему. И в карьерных вопросах, и просто по жизни. Так чем же объяснить тот факт, что подпись Леонида Ильича так и не появилась под некрологом Цвигуна? Во всех случаях, где мы имеем дело с членами Центрального комитета, кандидатами в члены Центрального комитета, члены ревизионной комиссии, то есть люди, которые входили, если хотите, в элиту партийную, подпись генерального секретаря была обязательной. А здесь мы видим, появляется некролог, не просто первого заместителя председателя КГБ СССР, но и члена Центрального комитета, и подписи генерального секретаря нет. Вот это дает основание думать, что действительно здесь смерть Цвигуна имеет неординарный характер. Да никакого секрета тут нет. Дело в том, что Брежнев хоть и был коммунистом, в бога-то верил, и некролог самоубийцы подписать просто не мог. Грех. Это вы о чем? Написано же было в результате болезни. А так вам правду и написали. Ой, так что же он и правду на себя руки наложил. Уже через несколько дней после похорон Семена Цвигуна газета Франс Пресс писала. В московских кругах упорно говорят о том, что родственник Брежнева и его креатура в КГБ Семен Цвигун не умер, а покончил жизнь самоубийством. Некрология сказала, что Цвигун умер после продолжительной и тяжелой болезни. Между тем, как сейчас хорошо известно, родственники получили на руки медицинское свидетельство, в котором говорилось о том, что Цвигун скончался скоро постижно. То есть мы имеем два документа, которые сопровождаются смерть любого человека и которые между собой находятся в противоречии. Подлила масло в огонь и супруга Семена Кузьмича, которая в приватной беседе рассказала своим близким о том, что когда она склонилась над гробом покойного мужа, чтобы поцеловать его на прощание, то увидела на виске Семена Кузьмича пулевое отверстие. Его, конечно же, загримировали, но при ближайшем рассмотрении след от ранения оказался отчетливо виден. Неужели не могли его так загермировать, гробу, что не было видно следа от пули? Неужели это было так трудно сделать? То есть масса нестыковок во всех этих делах. До сих пор мы находимся в области только домыслов. Никаких документов, никаких реальных доказательств того, что Цвигуна или убили, или он даже покончил самоубийством, мы не имеем. В мутной воде вот этих догадок и положений ясно видно одно – огромное количество слухов вокруг его самоубийства или убийства. Но прежде чем мы в нашем расследовании попытаемся увидеть хоть что-то четкое в этом мутном потоке, в который слились многочисленные версии гибели Семена Цвигуна, давайте вспомним. А что это был за человек? Откуда и каким способом поднялся он до вершин власти, став членом ЦК и заместителем председателя Всесильного КГБ? Семен Кузьмич был выходцем из простой крестьянской семьи. Родился он на Украине, в Винницкой области. Был человеком неглупым и целеустремленным, а потому в родной деревне не остался. Цвигун поступил в Одесский педагогический институт, окончил его в 1937 году и в течение двух лет отработал учителем в самой обычной школе. Однако 1939 год стал переломным в его карьере. Дело в том, что годы Большого террора не только вычистили целые пласты руководящих работников по всей стране, но и промыли авгиевы конюшни самого НКВД, в котором до этой чистки большинство сотрудников не имели не только высшего образования, но и даже среднего. В лучшем случае 2-3 года церковно-приходцевой школы или еврейский хидер. Евреи преобладали тогда в НКВД. И вот массовые репрессии связаны с тем, что вот эти неграмотные следователи и занимались этой работой, отлично понимая главный принцип бюрократа. Чем больше ты поймаешь врагов народа, тем больше тебе наград, повышение в звании и вообще сохранится работа. А если не будет никаких врагов, зачем ты вообще нужен? После того, как выполнивший свое дело Ежов отправился вслед за теми, кого он массово сажал и расстреливал, а на посту наркома внутренних дел утвердился Лаврентий Берия, в органы госбезопасности стали брать только тех людей, кто уже получил высшее образование. Но где их взять в необходимом количестве? Невод, которым вылавливали потенциальных чекистов, был весьма широким. И в одну из его ячеек попался сельский учитель Семен Цвигун. В это время, 1939 год, набирают чекистов, где только можно грамотных парней ищут. Вот приглашают его, он даже не член партии. Попадает в военную контрразведку, в НКВД. Через год вступает в партию. Начинается война. Служит в особых отделах, занимается партизанским движением. Служил на Южном фронте, на Юго-Западном, на Донском, на Сталинградском, на Западном. Потом его отозвали в тыл, где он также проявил себя с самой лучшей стороны. Крепким профессионалом, и, что немаловажно для чекистской профессии, человеком творческим. Первый весомый пост в карьере Цвигуна – должность заместителя председателя МГБ Молдавии. Здесь-то судьба и свела его с Леонидом Брежневым. Затем Цвигун получает повышение. Теперь он председатель таджикской госбезопасности. Дело непростое. Уже тогда через Таджикистан пролегали наркотрафики и вели протовренные дорожки, которыми попадали на территорию СССР разного рода засланные казачки, шпионы и диверсанты. Затем Цвигуна переводил в другой, не менее сложный с оперативной точки зрения район – в Баку. Цвигун становится руководителем азербайджанской КГБ. Бакинские нефтепромыслы всегда привлекали к себе пристальный интерес спецслужб мира. Да и трения на национальной почве между азербайджанцами и армянами тоже были постоянной головной болью спецслужб. Однако, судя по всему, Цвигун со всеми этими проблемами справлялся успешно. Его карьера в НКВД, МГБ, а потом КГБ развивалась только по нарастающей. И опыта он приобретал все больше и больше. В конце концов, тоже не каждый может похвастаться, что он был председателем КГБ двух не самых простых республик – Таджикистана и Азербайджана. Любопытно то, что первым замом Цвигуна в КГБ Азербайджана стал никто иной, как Гейдар Алиев. Отношения у них сложились более чем теплые. Более того, когда Цвигуна перевели на новое место, именно Алиев занял освободившийся пост и на два года стал председателем комитета госбезопасности Азербайджана. А в 1969 году его избрали первым секретарем ЦК Компартии Республики. Сам же Цвигун к этому моменту уже в Москве. Леонид Брежнев не забыл Семена Кузьмича и, утвердившись на кремлевском троне, перетащил в столицу и Цвигуна. Их дружба с тех пор стала, в общем-то, определяющей для судьбы Цвигуна. В 1967 году, когда Брежнев решил остановить свой выбор на Андропове в качестве председателя КГБ, он непременно в качестве противовеса дал Андропову сначала заместителем и тут же, буквально через несколько месяцев, сделал его первым заместителем Цвигуна. В каком-то смысле Цвигун стал человеком Брежнева в руководстве КГБ. После Берии и несколько сменивших друг друга председателей КГБ, Серов, Семичастный, Шелепин не входили в Политбюро. Партийное руководство, помня о всевластном Лаврентии Палче, опасалось усиления органов госбезопасности. Брежнев первым решился ввести в Политбюро шефа КГБ Юрия Андропова, но без контроля его не оставил. Прикрепил к нему сразу двух своих людей, Цинева и Цвигуна. Они не должны были напрямую контролировать Андропова, но неусыпное государево око в их лице следило за его действиями без сна и отдыха. Да и не только за его. Бывший председатель КГБ СССР Владимир Семичастный в своих мемуарах для того, чтобы доказать беспринципную верность Цвигуна Брежневу, приводит такую историю. Он один из руководителей, один из крупных чиновников советских. Накануне 24-го съезда он в присутствии многих говорил, что готов выступить с критикой Леонида Ильича Брежнева и Центрального комитета. И существует такая история, о которой говорил Семичастный, что накануне как раз выступления в номер к этому секретарю постучался Цвигун и Алиев. Семичастный писал, поздно вечером к нему пришли в номер как земляки Алиев и Цвигун, тогда зам Андропова. И к утру Петра увезли в Кремлевку. Пойди, знай, что они ему подсыпали в бокал. Он не такой пяток был, чтобы сидеть за столом с обильными возлияниями. Всегда он знал меру, помнил, где он. На меня это произвело удручающее впечатление. Вполне реально, что после этого отравления он не должен был выжить. Цвигуну жизнь человеческая ничего не стоила. Речь здесь идет о первом секретаре Мордовского обкома партии Петре Иллистрателе. Он после того своего неудачного застолья в обществе Семена Цвигуна выжил и более того, довольно быстро оправился. Что заставляет думать, Семичастный все-таки был неправ. Если все это вообще имело место на самом деле, то отравился Иллистратов отнюдь не в результате действия специально подсыпанного яда. Да это ж яснее ясного. Перепилились они все. Цвигун погребче был, а этот Мордовский раз из копыт. Думаете, белая горячка началась? А что, сильно редкое явление у нас в России? Нет, конечно. Но может, он все-таки правда отравился? Ага, водка несвежая попалась. Не знаю, сколько это соответствует действительности. Мне кажется, это уже Семичастный, по-моему, блин. Может, отместку Цвигуну. Цвигун о своей роли государева ока при Андропове знал. Но даже и предположить не мог, что этот негласный пост брежневского соглядатая очень скоро станет для него смертельно опасен. Но это время еще не настало. Андропов еще только готовился бороться за власть, а потому на первых порах Цвигун обживался в столице с полным комфортом. Именно в этот период советская литература и советское кино пережили настоящий взрыв. На книжных полках и на экранах кинозалов появилось огромное количество действительно блестящих произведений о чекистах и разведчиках. Не все появляются, начиная в 68-е, 69-е, 70-е, 71-е. Буквально лавина. Все их помнят. Это, конечно, легендарные 17-е новенья весны, мертвый сезон, трилогия про Резидента, романы Юлиана Семенова, Арда Мацкого, Льва Никулина. То есть это вот по художественному уровню до сих пор никто не может их, так сказать, переплюнуть. Известен фильм «Скворец и Лира», где тоже военным консультантом, фильм о разведке, естественно, военным консультантом был Цвигун, не попал. Его зарядил Гавлит, по указаннице, как КПСС. Там, кстати сказать, играла, это фактически последний фильм, Любови Орловой. К той же плеяде можно смело отнести и роман Аркадия Васильева «В час дня ваше превосходительство». Васильев, кстати, отец знаменитой сегодня Дарьи Донцовой, также опубликовал свое действительно достойное литературное произведение о Власовщине при поддержке Семена Цвигуна. Про Юлиана же Семенова злопохотели вообще говорили так. Если бы кто-то собрался издать его полное собрание сочинений, то на титульной странице следовало бы поместить Фоксимеля. Читал, одобряю, Цвигун. Я никак не мог понять, как же получилось, что эти книги появились вдруг неожиданно, одновременно, фильмы, и целая такая лавина, и пошло, поехало. Возникла целая отрасль у нас такая романтическо-приключенческая литература о чекистах, разведчиках и вообще этой профессии. Потом до меня дошло. Безусловно, фигура Цвигуна. Кстати говоря, вот эта склонность к литературной деятельности и склонность к поблизости, она как раз, с моей точки зрения, служила Цвигуну хорошую службу, потому что это делало его фигурой заметной и отличной от других. Скажем, совершенно серый, неприметный Крючков или абсолютно бесцветный Чебриков. Кто его знал в народе? О Цвигуне, конечно, говорили гораздо больше. Собственные книги Семена Кузьмича и снятые по ним фильмы о партизанском движении не имели ничего общего с гениальностью. Но они исправно и добротно развлекали народ. Да и актеры в этих лентах снимались не самые худшие. Например, в серии из четырех фильмов о партизанском командире-полковнике Млынском самого Млынского сыграл Вячеслав Тихонов, которого Цвигун ценил особенно высоко. Вклад его действительно в советскую культуру с таким специфическим чекистским оттенком, конечно, очень велик. Если хитросплетениями шпионских интриг в своих романах Цвигун был искренне увлечен, то реальные кремлевские интриги его привлекали мало. Цвигун был такой типичный брежневский начальник. Такой жил сам и давал жить другим. Не перерабатывал, не устраивал столмовщины, не геройствовал. Такой был барин. Но в общем-то к нему хорошо относились в аппарате АКГБ. В общем-то он оставил о себе неплохую память. Он всегда был в стороне от политики. Точнее того, что у нас тогда, да и сегодня называют политикой. То есть интриг борьбы за власть. За какую власть можно бороться в Душанбе или в Баку? Ерунда. Или на посту первого заместителя председателя КГБ. Но вот тут, как раз в период его работы на этой должности, начинается агония брежневского режима. Агония, точнее, брежневского клана, которое в те годы называли Днепропетровской мафией. Чем более старым и больным становился Брежнев, тем больше в его окружении появлялось людей, с которыми он работал в молодости еще в Днепропетровске. В качестве примера только несколько фамилий. И только из самого верхнего эшелона власти. Из Днепропетровска был заместитель Брежнева по президиуму Верховного Совета СССР Василий Кузнецов. Оттуда же вышел и заместитель председателя Совета Министров страны Николай Тихонов. Третий человек в партии, если считать Брежнева первым, а Суслова вторым. Андрей Кириленко в свое время пять лет отработал первым секретарем все того же Днепропетровского обкома партии. Говорят, что Юрий Андропов был чуть ли не единственным членом политбюро, который не являлся человеком Брежнева. Неудивительно, что именно он решился копать под генсеком. Впрочем, произошло это только после того, как стало очевидно, Брежневу дали оставаться у власти нельзя. Это произошло в октябре 79-го года, когда в Берлине отмечали 30-летие образования ГДР. На приеме в честь этого события Брежнев вдруг поднялся, спросил, а что это тут все делают, и ушел. Его удалось привести через несколько минут, но после этого лидеры и ГДР, и Польши, и Чехословакии, и Болгарии все заговорили о том, что у нас в СССР не жалеют Брежнева. Несчастного, больного человека, который уже ничего не соображает, держат на посту. Андропов рвется к власти. Борьба внутри партии за право ссадить с поста генсека Брежнева разрастается со страшной силой. И как раз в этот момент становится известно о смерти еще совсем молодого по меркам Брежневского политбюро 64-летнего Семена Цвигуна, который чуть ли не официально считался соглядатаем за Андроповым и, как предполагалось, должен был мешать его антибрежневским помыслам. Неудивительно, что событие это сразу породило такое количество слухов, что если бы их все перепечатать и издать, то и Юлиан Семенов позавидовал бы заковыристости и масштабу интриг, которые в них пересказывались. Есть две версии его смерти. Первая официальная, которую все без исключения отрицают, это внезапная, естественная смерть. И вторая версия – это версия насильственной смерти. Эта версия насильственной смерти, она тоже как бы делится на две. Первая – самоубийство, вторая – убийство. Но и эти две версии отнюдь неоднородны. Молва называла и называет до сих пор сразу несколько причин как самоубийства, так и убийства Семена Цвигуна. Наше частное расследование позволило установить наличие как минимум четырех вариантов изложения тех событий. Версия первая и самая простая – самоубийство из-за болезни. Про нее пишет в своих мемуарах главный кремлевский медик тех лет, академик Часов. Согласно его интерпретации событий, у Цвигуна был рак, после операции обнаружились метастазы, и генерал решил уйти из жизни сам, не дожидаясь мучительной смерти. Ту же версию подтверждает и генерал Филипп Бабков, в ту пору начальник пятого управления КГБ. Он пишет, основная причина его поступка заключалась в том, что Цвигун был тяжело болен и в последние месяцы практически не работал. Раковая опухоль безжалостно расправлялась с этим могучим человеком. Он долго боролся с недугом, а когда стало совсем не в мочь, решил добровольно уйти из жизни. Разговор о том, почему Брежнев не подписал некролог – это сказки. Брежнев был потрясен смертью Цвигуна, но не решился поставить подпись под некрологом самоубийца. Версия понятная и логичная. Но имеет как минимум два существенных «но». Первое звучит так. Семен Цвигун не оставил посмертной записки. Это доказано наблюдениями. Люди, знающие о своей болезни, они как и решающие уйти из жизни по собственной воле, они к этой смерти, к самоубийству готовятся. Оставляют записку, оставляют предсмертное письмо. Опять же непонятно, зачем у человека, который один из руководителей КГБ, человек военный, у которого, естественно, есть личное оружие, зачем ему потребовался пистолет охранника? И это второе «но». По воспоминаниям этого самого охранника, из пистолета которого застрелился или был убит Семен Цвигун, дело было так. И Цвигун, и охранник в этот момент находились на даче. Причем охранник занимался тем, что чистил от снега дорожки в саду. Семен Кузьмич подошел, а сначала попросил у него его пистолета посмотреть. Как будто раньше он пистолет своего, как говорили в КГБ, прикрепленного, никогда не видел. А затем зачем-то поинтересовался, куда ведет дорожка, которую охранник в тот момент как раз чистил. Вот эта знаменитая сцена, что он подошел к охраннику, чистившему снег, и спросил, куда ведет эта дорожка. А он сказал, что к забору, никуда. А Цвигун ответил, а хорошо, что никуда. Пошел к забору и застрелился. Ну что, он, живя на своей даче, не знал, куда ведет дорожка? К сожалению, протоколы, материалы расследования, которые бы нам зафиксировали это обстоятельство, нам неизвестно, по крайней мере, мне они неизвестны. Но у нас есть документ, вернее, воспоминания, которые мы можем рассматривать как официальный документ. Это воспоминания Владимира Александровича Крючкова. Стоит напомнить, что Крючков занимал в КГБ не последние должности и наверняка имел возможность ознакомиться с материалами расследования по делу Семена Цвигуна. Другое дело, что Крючков был не тем человеком, на стопроцентную искренность которого можно рассчитывать. Понятно, что если бы ему показалось, что в интересах партии или его ведомства лучше соврать, он бы сделал это, не задумываясь. По воспоминаниям Крючкова, Цвигун 19 июля приехал к себе на дачу и прогуливаясь по даче, вместе со своим шофером поинтересовался, нет ли у него при себе оружия. Когда он сказал, что есть, он попросил его посмотреть. И когда он ему протянул свой пистолет, он тут же приложил его к виску и выстрелил. Надо сказать, версия, ну, по крайней мере, дикая, по крайней мере, для меня. И действительно, если человек решил уйти из жизни, особенно заранее обдумав свой поступок, то вряд ли он стал стреляться бы так, на глазах у постороннего человека. И, наконец, есть еще один факт, который стал известен совсем недавно. Оказывается, в этот день на даче находилась жена Цвигуна. Они приехали вместе, жена вошла в помещение дачи, а Цвигун вот решил осмотреть ее, так сказать, окрестность или прогуляться по улице. И вдруг ей сообщают о том, что ее муж умер. Причем, как утверждала в своем интервью жена Цвигуна, она вначале не поняла, ей не сказали, почему умер Цвигун. Она просто увидела его тело, кровавое пятно у виска, и она решила, что он просто удавился виском, и от этого умер. Смерть наступила от удара. Обстоятельства его смерти действительно странные. Почему он застрелился не из своего оружия, а использовал оружие телохранителя? Более того, расходятся версии. По одной из версий, взяв в руку пистолет, он сказал телохранителю, что он достаточно легкий. Это нетабельное оружие, и какой замечательный, удобный пистолет. По словам официального протокола, при нем был обнаружен пистолет Макаров, из которого он застрелился. Но пистолет Макаров, я бы не сказал, что легкий пистолет, тем более, это табельное оружие. Есть еще одна странность. По воспоминаниям тех, кто хорошо знал Семена Цвигуна, он был скорее из тех, кто, узнав о своей болезни, будет бороться с ней до конца. В ход пойдет все. Тибетские травы, акульи, плавники, колдовство и шаманство, наконец. В своих более поздних воспоминаниях тогдашний глава 4-го медуправления академик Чазов писал еще и вот о чем. Все брежневское окружение, понимая, что Брежнев плохо, перестало снабжать его таблетками-транквилизаторами, на которые, по словам все того же Чазова, в последние годы своей жизни Брежнев подсел, как на наркотики. И только один Цвигун продолжал это делать. Чазов пишет, что даже Андропов имел с ним разговор по этому поводу и говорил, Семен, прекращай это дело. Представь себе, вдруг с Брежневым что-то случится. Тогда ты сам себя корить будешь, ведь это будет выглядеть, как будто ты здесь виноват. И буквально через несколько дней после этого разговора с Брежневым был очередной приступ. А с Теней он полностью потерял контроль над собой, и это было как раз тоже после приема таблеток, который Чазов в прямой об этом не пишет, но который мог ему дать Цвигун. Дальше эту тему Чазов не развивает. Мол, делайте выводы сами. И действительно, вывод напрашивается сам. Цвигун, поняв, что своими действиями едва не убил Леонида Ильича, покончил с собой именно в порыве угрызений совести. Но вывод этот слишком попахивает билетристикой, которой, как известно, увлекался Семен Кузьмич. Вторую, наиболее известную версию самоубийства Семена Цвигуна в своих мемуарах развивает генерал КГБ Вячеслав Кеворков. Если верить ему, то дело было так. Цвигуна вызвали в ЦК и сообщили, что при расследовании крупного дела по фактам коррупции было доказано. Семен Кузьмич брал взятку. Тот спросил, знает ли об этом Брежнев. Ему ответили, пока что нет. Тогда Цвигун попросил сутки на размышления, поехал к себе на дачу Вусова и там застрелился. Всегда для личного маздоимства есть с одной стороны почва, а с другой стороны всегда вокруг этого идут круги, как по воде. И это разносится в виде слухов. Скажем, всем понятно было, что очень хорошо живут руководители в Средней Азии, в том числе и партийные. Но никаких разговоров об излишествах Цвигуна, о непомерной тяге к золоту, бриллиантам и каким-то иным формам роскостной жизни я не встречал и не слышал. Обвинение в коррупции в 1982 году можно было предъявить практически всем. Потому что зарплата наших самых высоких чиновников и генералов, включая КГБ, была крайне невелика. Естественно, что Цвигун брал. И при него говорят, что у него нашли три банки с драгоценностями. Наше частное расследование установило, что первым об этих драгоценностях, а также о крупной денежной сумме рассказал в ту пору один из заместителей, а позднее председатель КГБ СССР Виктор Чебриков. По его словам, они обнаружились в служебном сейфе Семена Цвигуна, который был вскрыт после его смерти. Этот факт, конечно же, может служить косвенным доказательством коррумпированности Семена Кузьмича, но зато вряд ли указывает на то, что тот свел счеты с жизнью добровольно, спланировав это более или менее заранее. Я думаю, что если человек уходил из жизни, то он, вероятно, бы эти драгоценности и деньги отнес бы домой и передал бы членам своей семьи, понимая, что после смерти один из источников их существования, может быть важнейший, прекратится. Ценности могли остаться в сейфе только в двух случаях. Во-первых, если Цвигун решился стреляться неожиданно. На это может указывать и тот факт, что для самоубийства он использовал не свой табельный пистолет, а оружие охранника. Так поступает именно при внезапном срыве. Решился, своего табельного Макарова под рукой не оказалось, попросил охранника дать свой. Тогда же корреспондент Рейтер писал, осведомленные московские круги утверждают, что гибель Цвигуна связывается с именем артиста Бориса Буряце, вхожего в дом Брежнева. Буряце. Фамилия в ту пору в Москве известная. Артист Большого театра, роковой цыган, любовник Галины Брежневой. Понятно, что Галина Брежнева никого интересовала. Важно было скомпрометировать отца. Галина Брежнева несчастная женщина, которая по-своему очень любила, конечно, Леонида Ильича, но вот оказалась жертвой, как и сын Сталина, оказалась жертвой вот этого окружения, вот этой так называемой московской элиты, на самом деле вот мрази и болота, которое засасывало любого нормального человека. В ходе расследования по его делу вскрылась связь Буряце с уголовной группой, похитившей бриллианты у знаменитой дрессировщицы Ирины Бугримовой. Сюда же логично вписывалось и убийство 11 декабря 1981 года известной актрисы Зои Федоровой. Кинодиву застрелили, а из ее квартиры также были похищены драгоценности. Следствие по этим делам велось под непосредственным контролем Семена Цвигуна. И если бы оно было доведено до конца, то в первую очередь ударило бы по покровителю и другу Семена Кузьмича Леониду Брежнев. И это рассуждение рождает еще одну, третью версию смерти Семена Цвигуна. Видимо, с результатами этого расследования Цвигун был у Суслова. Может быть и так. Но Суслов, отвечающий за чистоту партии, за идеологию, посоветовал Цвигуну забыть о результатах расследования и спустить дело на тормозах. Цвигун как человек военный, как фронтовик, такого допустить не мог. И покинув кабинет, приехав на дачу, застрелился. Этот разговор Цвигуна с Сусловым состоялся на самом деле. Но о его реальном содержании до сих пор остается только гадать. По мнению многих историков, именно запись их беседы могла бы дать ответ на вопрос, что же послужило причиной смерти не только Семена Цвигуна, но и, возможно, самого Суслова. Что же все-таки произошло в кабинете Суслова, о чем они говорили? Неужели не осталось никакой записи? Даже какой-то черновой, ведь известно, что Суслов, он был такой педант. Он, наверняка, к этому разговору готовился. Просил приготовить какие-то документы. Может, остались те документы, с которыми приезжал к Суслову сам Цвигун. Куда они делись, так и остались в архиве. Историк Рой Медведев пишет, как и следовало ожидать на следствии по делу Буряцы много раз всплывали имена Галины Брежневой, ее друзей Колеватова и Соколова, жены Щелокова и некоторых других людей, даже допрашивать которых без санкции Политбюро никто не решался. Поэтому Юрий Андропов поручил Цвигуну обсудить сложившуюся ситуацию с Сусловым, вторым лицом в секретариате ЦК и в Политбюро. До сих пор неизвестны подробности их явно не дружеского разговора. Невполне уравновешенный человек, склонный и ранее к депрессивным состояниям, Семен Цвигун, вернувшись от Суслова домой, принял ампулу с цианистым калием. События январских дней тяжело сказались и на здоровье 80-летнего Суслова. У него случился инсульт, и он умер через несколько дней после похорон Цвигуна. Какой еще цианистый калий, если жена своими глазами и у него в голове дырку от пули видела? Ну, может, он сначала отравился, а потом застрелился. Для верности, что ли? Да не знаю я. А только с чего бы такому известному историку, как сам Рой Медведев, говорить такое? Ответить на этот вопрос наше частное расследование не смогло. Никто, кроме Роя Медведева, о цианистом калии не говорит. А потому отложим это утверждение в сторону, как не стыкующиеся ни с одним другим. Что же до остального, то поход Цвигуна к Суслову именно ради того, чтобы посоветоваться с ним касательно дела Бориса Буряца и Галины Брежневой, выглядит как минимум странно. Действительно, совершенно непонятно, почему с результатами расследования Цвигун пошел именно к главному идеологу партии, который к работе госбезопасности страны имел лишь косвенное отношение. Ведь куда логичнее было доложить обо всем лично Брежневу. Причем в обстановке неофициальной. Например, где-нибудь на охоте в Завидово, куда Цвигун вместе с Леонидом Ильичем ездил регулярно. Генерал Филипп Бобков, чьи воспоминания ранее уже приобщены к материалам нашего расследования, пишет. Наиболее распространенная версия. Причиной самоубийства Цвигуна явилась ссора с Михаилом Сусловым, который не разделял его точку зрения на борьбу с коррупцией, а Цвигун якобы стоял на своем. Понимая, что силы не равны и Суслова ему не одолеть, Цвигун, как человек принципиальный, не нашел иного выхода, как покончить с собой. Конечно, версия благородная, но совершенно не соответствует действительности. По одной версии, Цвигун боролся против коррупции, именно он вел дело бриллиантов и так далее, и именно, так сказать, поэтому вот все это и произошло. По другой версии, он сам был коррупционер, его обвиняли, и поэтому, когда ему Андропов сказал, что доложили Брежневу, он, значит, на этой почве застрелился. Совершенно, как говорится, то ли он украл, то ли у него украли, неизвестно, но садок остался. Однако есть еще одно, четвертое объяснение событий 19 января 1982 года. Дело в том, что буквально на следующий день после похорон Семена Цвигуна по Москве поползли слухи, что он не застрелился, а был убит. И рассказывали, как это произошло. Утром за ним на дачу пришла машина. Он оделся, вышел и садился в машину, когда вдруг его позвали вернуться в дом, потому что звонит телефон, вертушка. Он должен был тут же подойти. Он выходит из машины, идет в дом, и буквально через две минуты раздается выстрел, а его порученец выходит и говорит, Семен Кузьмич застрелился. Вот так, не на улице, а в доме. И не из пистолета охранника, а непонятно из чего. Но даже если так, то психологически описанная ситуация выглядит совершенно нереально. Если человек задумал стреляться, он не станет это делать на бегу. Уже почти уехал по делам, потом вынужденно вернулся и вдруг застрелился. Ясно лишь одно, слишком много версий. И слишком много несостыковок в них. И поэтому сегодня, спустя четверть века, мы вправе поставить вопрос, действительно ли Семен Кузьмич Свегун, первый заместитель председателя КГБ СССР, вдруг застрелился или это было убийством. объяснить убийство гораздо проще, чем мотивировать самоубийство. Но если речь идет об убийстве, тогда возникает вопрос о причинах убийства. Потому что если кто-то пожелал Свегуна вывести из игры, то должны быть основания для этого. Разные исследователи на простой вопрос, по какой причине и кем был убит Семен Свегун, отвечают прямо противоположным способом. Одни говорят, что убили его по приказу кого-то из окружения Брежнева, чтобы он не копал глубже дело Бориса Буряца и тем самым не морал доброе имя Леонида Ильича. Другие утверждают, что дело бриллиантовой мафии было целиком и полностью организовано и закручено Андроповым, чтобы через подобный компромат свалить Брежнева. А преданный генсеку Свегун мог докопаться до правды. В результате именно по приказу Андропова, которому вообще надоел пригляд за собой со стороны государева ока, Семену Свегуна и убрали. Конечно, я не могу поверить, что Андропов приказал каким-то там спецназовцам застрелить пистолетом Макарова Свегуна. А это безумие. Андропов был человек крайне осторожный, если не сказать трусоватый вот в таких делах. Ну хорошо, если это убийство. Они же могли взять его пистолет на даче и застрелить из него. Зачем было брать пистолет охраны? Что это за долбаки такие? Вот это как раз-то непонятно. Однако, косвенное подтверждение этой версии все-таки есть. Дело в том, что подробности расследования по делу бриллиантовой мафии тогда не знали разве только грудные дети. Сплетни о связях Галины Брежневой с ворами, мошенниками и убийцами пересказывались на каждой советской кухне. А теперь попробуем рассудить. Возможно ли было такое без особой поддержки? Сегодня каждый знает, если не раскручивать, если не пиарить ту или иную тему того или иного человека, они вскоре отойдут на второй план, а потом и вовсе будут забыты. А Галине же Брежневой и Борисе бурятся в стране сплетничают и по сей день. И возникает законный вопрос. Кто тогда выступил пиар-менеджером? Кто-то распространяет по Москве все эти слухи, и ленивый об этом не знает. Кто мог в советское время распространять слухи? Ну, радиоголоса, да. но единственная организация, которая была, это КГБ, естественно. А кто может приказать чекистам заниматься подобным делом? Только шеф КГБ Юрий Андропов. Тот самый, который спит и видит, как бы убрать с поста генсека Брежнева и избавиться от его соглядатая Семена Цвигуна. Я думаю, что это, конечно, очень такая, если задуматься, вся история запутанная и темная. Конечно, Цвигун стоял на пути у Андропова к власти, как человек Брежнева. А Брежнев не хотел, чтобы Андропов его сменял. У него были другие варианты. Скорее всего, я во всяком случае лично, может быть, я ошибаюсь, уверен, что Цвигун был убит. И убит не без ведома, скажем так, его прямого начальника. Потому что смерть Цвигуна была только в интересах Андропова. У нас нет оснований говорить всерьез об убийстве. Хотя думать можно о чем угодно. Обстоятельства его смерти действительно странные. Здесь надо, конечно, еще изучать материалы, они не очень доступны. Я, по крайней мере, не видел опубликованных лаконичных и сухих документов. Вскрытие, освидетельствование, протоколы осмотра места происшествия. Но у нас единственное остается только вот эти показания охранника, потому что кроме охранника тогда и некому было его застрелить. Но, может быть, все это чистые воды сплетни и домыслы. Пулевое ранение в голове супруга лишь примерещилось, сломленное горем жене Цвигуна. И на самом деле умер он от вполне естественных причин. До самого недавнего времени сомнение это имело полное право на существование. Но не так давно в руки историков попал документ. Пожалуй, первый, проливающий хоть какой-то свет на обстоятельства смерти Семена Цвигуна. Есть документ, который был введен Ровем Александровичем Медведевым. Это, по всей видимости, фрагмент или, может быть, сам протокол, связанный с обнаружением тела, где записано, что на его теле обнаружено пулевое отверстие. Если опустить медицинскую терминологию и некоторые малоприятные подробности, то этот документ выглядит так. Усово, дача 43, 19 января 1982 года 16.55 Пациент лежит лицом вниз, около головы обледенелая лужа крови. В области правого виска огнестрельная рана с гематомой. Констатирована смерть. Конечно, бумага эта не дает ответа на вопрос, кто именно пустил пули в голову Семену Цвигуну. Но, по крайней мере, вариант естественной смерти отметается с ее помощью начисто. Узнаем ли мы когда-нибудь всю правду об этом темном и запутанном деле? Большинство историков уверены нет. В Советском Союзе муха в Кремле на стекло просто так не садилась. Очевидно, за этим что-то стояло. Вот что? Я думаю, что вот как во многих делах такого рода, правды мы не узнаем никогда. Потому что все люди, которые были в это время в окружении Андропова, Цвигуна, вот эти генералы КГБ, Бобков, Киворков и другие, они все говорят совершенно разные версии. И такое ощущение, что эта игра продолжается. Великолепный Штирлиц в исполнении Вячеслава Тихонова суть этой игры непременно бы разгадал. Наше же расследование зашло в тупик. Вполне возможно, что когда-нибудь в распоряжении историков окажутся засекреченные сегодня документы, которые не оставят ни одного неясного места в этой темной истории эпохи позднего застоя. Сегодня нам остается только гадать, по какой причине закрылось государево око первого заместителя председателя КГБ СССР Семена Кузьмича Цвигуна. КОНЕЦ